приветик всем снимаю видео о своих книжных покупках месяц назад где-то был у меня подобного рода видео но вот опять я закупилась книгами по полной программе и спешу с вами поделиться своими покупками как всегда одноразовые детективы незнакомый для меня автор ольга славина чужое дело но как-то я вот эти книжки всегда выбираю по содержанию если там что-то говорится про шпионаж или про какие-то клады или еще что такие вещи я не беру а если описание содержания более менее похоже на реальную жизнь то тогда беру хотя конечно я знаю что все это одноразово и все уйдет потом куда-нибудь еще кому-нибудь почитать книга наталья андреевой остров порхающих бабочек наталья андреева почти все книги я наверное ее прочитала которые у нее выходили и которые она продолжает писать и выходит соответственно и в твердом переплете и в мягком но смотря насколько привлекает книга то есть жду ли я когда выпустят выйдет второе издание уже мягком переплете или не дожидаясь покупаю в твердом но в принципе автор мне нравится мало книг которые были неудачными в основном все меня устраивает еще один незнакомый автор это какая-то александра столярова кофе с мышьяком ничего не могу сказать надеюсь что хотя бы на разок прочитать сгодится наталья кузнецова предсказание таксиста тоже вот я говорю прочитала содержание какое было указано там на сайте все покупки мне из-за зоны лабиринта помощь что-то еще супермаркете брала но уже не помню что ну в общем почитать метро я думаю что вполне сойдет анна малышева приведение являются в полдень но этот автор половина книг наверно что я читал от этого автора это я вот пыталась наклейку отодрать озвуновской ничего не вышло половина книг которые я читала этого автора откровенно скучные бывает я даже что-то закрывала но когда бывают скидки и запас детективов которые я храню не всегда есть определенный запас в общем там уже смотрю что уже осталось совсем немножко думаю надо покупать потому что горит а вот чтение для транспорта в самый раз серьезной книги никогда в транспорте не читаю екатерина островская не помню даже читал что-то тату автор или нет или в прошлый раз я была брала уже книг от островской уже не помню общем я выбрала вот это вот я стану ночным кошмаром хорошие были скидки несмотря на то что твердый переплет книга была недорогой поэтому приобрела евгений михайлова женщина с глазами мадонны точно также понравилось мне содержание на чем якобы эта книга поэтому взяла большое количество детективов ценник красивой жизни людмила феррис понравилось описание и обложка уже все такое же одноразовое вы не думаете не только детективы покупаю просто я уж так это все сложилось у меня все это кучкой эдмунд криспин я прошлый раз покупала забыл уж название но в общем мне понравилось произведение этого автора решил что-нибудь еще от него у него почитать и выбрала вот эту книгу дело о золотой мушки здесь будет книга такая же интересная как и первая джозефина белл смерть на каникулах по-моему от этого автора я ничего еще не покупала мне нравится оформление красивое такое ладно прочитаю узнаю кстати книги покупаю гораздо больше чем прочитываю то есть с большей скоростью покупаю чем читаю ну как с косметикой вся та же история в подарки были в лабиринте я получила по моему три книги что ли такой дневник горничный потому что выбираешь естественно выбрать то особо нечего ничего такого что интересного нет в общем я выбрал вот эту вот книжку дневник горничный какой-то роман что ли я не знаю автор анна бялка на той неделе эта книга про начало 90-х такой как роман что ли всякие сложности перипетий там всякие те политические события и все это с жизненными проблемами там где достать колготки там платье и все такое прочее я говорю что убирал из того что было и вот эта книга мне тоже пошла в подарок робин кар спасение в любви здесь написано что это какой-то роман я так понимаю вот надеюсь что это будет не очень скучно но в принципе не важно конечно подарок не понравится что об этом говорить автора надеюсь видно боюсь неправильно прочитать мортимер наверное средневековая англия путеводитель путешественника во времени в аннотации я прочитала что эта книга способ как бы переместиться в то время посмотреть как выглядели люди как они питались как общались всякие там эти социальные меж личностные отношения как все это было в общем в разные слои населения мне показалось что интересно я в принципе люблю такие книги ну что касается касается англии тоже хотя в принципе я не могу сказать что принадлежу к тем людям которые уж так уж прям все это так уж их восхищает англия к ним не отношусь и не запеваю я вот эту вот мечтательную это песню эту я уеду жить в лондон как тут нет у меня никакой тяги вообще абсолютно ну ладно сара джио лунная тропа написано что-то бестселлер каком-то видео поскольку я сейчас смотрю уже книжных блогеров достаточно активно где-то книжку эту хвалили я к сожалению не помню кто в общем речь шла о двух книгах я посмотрела все что есть от этого автора и выбрала вот это вот произведение но и честно говоря мне сама книжка понравилась тут закладочка такая такое оформление понравилось что не острые углы хотя какой это вообще имеет отношение значение для прочтения произведения но все равно оформление очень красиво надеюсь что и содержание будет тоже очень даже хорошее мария метлицкая женщина кот и собака с этим автором у меня достаточно сложные взаимоотношения читала по моему ее две или три книги не запомнила название но помню что до конца дочитала только одну здесь по содержанию мне показалось что в общем то так ничего себе книга по всем вместе про одиночество иногда я люблю читать такие книги для меня это знаете как фильм ужасов что ли ну если честно то есть вот посмотрел и выдохнул и возвращаясь в свою обычную жизнь ну как то вот так вот надеюсь что порадует еще одна книга в том же стиле это особо левника право на одиночество я прочитал что пишет народ там в рецензии говорят что книга такая достаточно трогательная и понравится тем кто любит вот демонстрацию вот эту вот литературную появление из пепла птицы феникс возрождение то есть вот через одиночество через все вот эти вот какие-то душевные такие вот метания обретается новая жизнь но что-то в таком духе я не знаю насколько я вот правильно себе представляю о чем эта книга но по крайней мере я поняла что так прочитаю узнаю так ли оно на самом деле или нет такой вот автор мишель уэльберг уэльберг не знаю как правильно прочитать в общем расширение пространства пространство борьбы по моему от 94 года роман с этим романом в общем это автор прославился хотя есть и другие произведения книжечка совсем небольшая как у современных у всех писателей вот но почему-то меня привлекла эта книжка французский писатель кстати забыла сказать в общем читаю надеюсь это будет что-то такое отличная от большого потока безликих таких этих романов которые кстати достаточно большом количестве сейчас встречаются большая такая толстая книжка джордж эллиот миддл марч издание такое вот не я не люблю честно говоря покупать такие вот большие книги мне спросите почему несмотря на то что издание очень красивая мне очень нравится как выглядит книга я не уверена в том что мне эта книга понравится я не знаю и не читала у меня есть такое правило что если книга меня каким-то образом не устроила я не хочу оставлять у себя дома и также я не оставляю дома те книги которые мне понравились но которые точно знаю что я перечитывать никогда не буду захламлять домашнюю библиотеку я не люблю и поэтому если книга понравилась я предпочитаю все-таки честно говоря тонкий формат почему я люблю вот эту вот азбука классика эти книги потому что они занимают мало места вот проще собирать потому что не так уж много у меня места для книг ну в общем как уж сказать да будет занимать меньше места если понравится не понравится конечно все равно что отдавать но на самом деле просто еще карманный вариант они все-таки дешевле с учетом того сколько книг покупаю вот ну буду надеяться что книга хорошая обложка красивая уж место я для него как-нибудь найду продолжаю покупать книги в последнее время проявил я интерес вот мы как-то с мамой загорелись первый раз я купила вот это я книги показываю несколько заказов у меня на самом деле было в общем первом заказе у меня была вот эта книга супермозг тренируем правой развиваем левый полушарий но в интеллектуальной задачи эксклюзивной лабиринты мама ее увидела сразу меня забрала это себе другой закаж и усиленно занимается изучением этой книги я еще вообще не открывал и так полистала просто и все мама в полнейшем восторге в общем эта книга сначала рассказывает вам особенности правого и левого полушария да какой полушария за что отвечает потом помогает вам определиться какое полушария вас доминирует а может быть у вас оба полушария и дальше пошли уже задания вот у меня мама проштудировала на данный момент по-моему 35 не помнили 40 что ли страниц она ведь насколько это все дело непросто и настолько работают мозги просто потрясающе вот цель книги сделать повысить как сказать улучшить работу обоих полушарий насколько это возможно то есть провести такую небольшую коррекцию в том случае если одно полушарий доминирует над другим подтянуть одну к другому но в конечном итоге улучшить всем ваши как сказать улучшить ваше мышление и память и общее наверное интеллектуальное ваше состояние мне показалось что это книга очень интересная очень хорошо изложен материал вот опять таки я это говорю в свое впечатление на основании того что я пролистала задание очень простые вернее есть какие-то простые есть какие-то сложные есть задания с подка с такой с подковыркой мама меня столкнулась тем что дается задача какая-то и вот мама как я решаю эту задачу и понимаю что там два решения а не одно я выбираю какое-то решение они мне говорят что правильное будет другое на самом деле решение 2 вам как так как написали в этой книге может быть в тоже есть какой-то смысл если ты задумываешься на том что решение не одно решение 2 ты все-таки думаешь дополнительно вот то есть опять-таки в этом плюс книга недорогая мне показалось что она очень достойная и конечно попробую все-таки поделиться более подробно своими впечатлениями об этой книге когда прочитаю я уже непосредственно вот но все таки уже сейчас вот советую вам обратить на нее внимание мне кажется неплохая вещь еще две книги тоже поскольку не знакомилась скажу только скользь это тренируем супер память по методу шерлока холмса но это на самом деле это все за уши притянут это просто для любителей кто-то все дело любит поклонников шерлока и все что связано и особенно это связано с модой на современный сериал понимаете о чем говорю кстати этого актера вот просто знаю это меньше всего лицо может ассоциируется с этим именем на мой взгляд но не суть в общем здесь даются прошлом месяце я вам показывал в прошлом видео там тренировка была память интеллекта по методу шерлока холмса там были конкретные задания такие здесь же более детализовано что ли с одной стороны нету вот какой-то конкретики я имею до разборки каких-то конкретных рассказов как в той книге было здесь уже непосредственные упражнения что есть какое-то сходство вот с этой вот книгой опять таки судя по тому что я листала больше объяснений то есть как дается представление о том что такое слуховая память зрительная память ну и соответственно как все это развивать и какие каким образом вообще это делать упражнение вот например для тренировку слуховой памяти упражнение для запоминания цифр и так далее так далее так далее в том же стиле еще одну книгу взяла я не знаю насколько это известный человек екатерина додонова умный шоколад стопроцентная память методы запоминания за 10 тренировок в общем здесь большое количество заданий я тоже только листала даются оглавление ну например оглавление основа прогрессивного запоминания запоминаем тексты дословно запоминаем тексты большого объема запоминаем книги от корки до корки победа над словарем как запомнить трудные для написания слова становимся полиглотами методы которые помогут освоить иностранные языки продолжаем запоминать цифры номера и пароли например вот номера телефонов банковских счетов фантастическая память на фамилии имена и отчество тренируем память вот в конце обучения тут место послесловия дается то есть уже непосредственные задания в процессе обучения ответить и здесь есть специальное место разлиновки где вы должны писать выполняя задания всякие таблицы заполнять то есть не нужно никакие дополнительные тетрадки там ничего только ручка нужно и все в конце вот вместо послесловия как автор и предлагает сейчас книга не очень удобно одной рукой мне ее ну в общем в конце даются задания для выполнения то есть до самой последней страницы книга идет и но непосредственно вы занимаетесь по этой книге то есть никакой воды здесь нет здание показалось очень даже привлекательным но опять-таки вот видите там в тех книгах играют на любви к шерлоку холмсу а здесь в оформлении сыграли на любви к шоколаду я прям как увидела вот эту обложку вот этот вот молочный шоколад с фундуком просто не могла пройти мимо но мама говорит тебе лишь бы деньги потратить ну может она и права артур хейли роман отель который по-моему был экранизирован я честно говоря это это один из самых известных американских авторов я скажу честно что не ладится у меня отношения с американской литературой есть что-то такое в ментальности американских авторов что делает их язык тяжелым для моего восприятия вот я не могу объяснить вроде все то же самое вроде и сюжетные линии интересно но читать очень тяжело даже фитс жиральда это я читала ну знаете из-под палки то есть слог очень тяжелый может быть и сюжет захватывающий но читать тяжело мне ближе авторы английские французские ну немецкие допустим но не только не американские но тем не менее заставляю себя знакомиться с какими-то такими знаете основными вехами чтобы как-то быть в курсе артура от артура хейли ни одной книги не читала и решила начать свое знакомство вот именно с произведения отель в таком вот формате более бюджетном более дешевым и более для меня привычным не обошлось в этот раз конечно без канцелярии куда же без нее а то блокнотов мало купила вот такую тетрадочку это сейчас я открою пародия на Малескин по-моему что-то около 100 рублей она стоила вот мне нужна была просто такая в клетку для всяких для косметических целей но в том плане для записи в общем мне надо учет и расчет мама говорит тебе только все записывать мания какая-то в общем понравилось мне вот зеленого такого цвета позитивного резиночка тут есть и в общем стоило недешево достаточно поэтому взяла и вот такой блокнот высокоэффективных людей с главными принципами Стивена Кови я не знаю кто это понятия не имею в чем там эти принципы заключаются я просто увидела разворот я попробую сейчас сфокусироваться чтобы было хоть что-то видно разломаю так в общем здесь на одной так положу чтобы он все-таки сфокусировался вот видите на одной стороне у меня как бы лист разделен на две половинки дела с дедлайном и без дедлайна там где с дедлайном проставлено вот время по 15 минут буквально там с 9 утра до 8 вечера по всей мести до этого времени после работы это не имеет смысла ну ладно а вот без дедлайна здесь уже отдельной разлиновки нет но я так понимаю что подразумевается что это время как бы сойдет и туда и туда но не суть в общем я так поняла что это нужно вот с дедлайном это нужно сделать обязательно а без дедлайна это можно забить если что и в конце самое важное ну видно какие-то заметки наверное то что вне плана должно быть как бы сделано обязательно мне понравилось что нет никаких дат абсолютно потому что сколько бы я себя не уговаривала пользоваться вот этими ежедневниками с проставлениями дат ничего у меня не получается всегда огромное количество пустых листов и потом мне уже все это дело надоедает и как то никогда я не использовала хотя бы один ежедневник по прямому назначению полностью до конца да вот здесь что-то еще что-то написано сначала делайте самые важные дела ну всякие принципы вот эти навыки да ну в общем дорогая была вещь я даже не знаю зачем я купила мне просто понравилось оформление попробую работать с этим блокнотом тем более что нет временной привязки может быть и понравится ну вот для меня автор чарльз буковский хлеб с ветчиной понравилось описание о чем эта книга у автора по всей мести тяжелое было детство да поэтому книга должна быть веселой я попробую сейчас приближу чтобы вы могли прочитать чтобы не нужно было все это дело пересказывать ну вот в общем мне понравилось описание прочитаю что-то новое всегда приятно стоит пометка 18 плюс но я так понимаю что наверно слишком много грустного материала в этой книге и карандашки я себе купила от любимой марки стабила или стабила не знаю как правильно говорить по-моему немецкая марка в общем я так же как и наверное все в соответствии с последними модными тенденциями раскрашиванием занимаюсь только я не покупаю раскраски вот эти антистресс всем потому что а беру детские обычные там где мало форм и очень большие области для закрашивания вы меня спросите почему я это делаю раскраски для взрослых я не люблю потому что они очень сильно детализов детализированы рассчитана на то чтобы была очень яркая красивая картинка при вот сочетании этих секторов которые раскрасить может быть задумкой неплохая если бы контур был сделан каким-то светлым светлым цветом но с того что все это делается черным я вот смотрю на все на это и ничего кроме черноты не вижу я ненавижу черный цвет на меня это действует угнетающе и поэтому это раскраска я когда на нее смотрю она мне уже страз делает вот и как бы да я вижу одну это только черноту поэтому беру детские там где минимальный контур и кроме того большие сектора позволяются сполна насладиться цветом и сами по себе вот этими приятными заштриховывающими движениями для меня лично вот как сказать успокаивающий момент раскрашивания заключается именно в этом вот выполнение вот этих вот монотонных движений ну и звук этого карандаша по бумаге у меня был набор кохенор я очень редко пользуюсь только если оттенки какие нужны не нравится мне качество кохеноровских карандашей вот эти намного лучше и я взяла вот просто набор здесь 24 цвета у меня есть 18 цветов такие толстые они считаются вообще детские но те вообще отпадные но к сожалению в толстом объеме не могу найти чтобы там 36 цветов было вот если увижу обязательно куплю извините так долго говорю Андрей Мехков роман с Сивой Мерин да это тот самый актер из иронии судьбы я не знала что он пишет книги когда увидела вот этот вот роман и якобы это даже детектив я не смогла пройти мимо и не купить эту книгу это наверное все что я могу сказать потому что я удивлена уже самим существованием этой книги Ольга Володарская подумай об этом завтра еще один детектив также мне заинтриговала содержимое вот аннотации к этой книге поэтому без раздумий и ее купила Томас Гарди тез из рода Эрбервилли роман это такая классика уже в общем что-то я читала у этого автора к сожалению я не могу вспомнить название произведения и помню только обложку книги родительская библиотека но не могу вспомнить название но это произведение точно не читала поэтому хочу восполнить пробел в своих знаниях и прочитать эту книгу и то же самое относится вот к этой книге это Андреа Муруа сентябрьские розы с книгами этого автора я знакома но вот сентябрьские розы для меня пока загадка очень хочу прочитать Достоевские преступления и наказания ну сразу скажу что преступления и наказания у меня дома есть причем в очень хорошем издании такой тканевый переплет очень красивый но я просто очень люблю вот это издательство азбука классика когда они издают у меня специальная полка на которой вот те книги которые я покупаю в этом издании мне понравятся я вот туда все ставлю с большой любовью люблю доставать и читать поэтому откупила мне понравилось оформление оформление разное бывает у этой книги что касается самого произведения я не могу сказать что я прочитала всего Достоевского наверное процентов на 70 наверное я знакома с произведениями если так можно сказать любимое у меня преступление и наказание я наверное его читала раз в семь общей сложности не знаю что к этому добавить потому что обсуждать я не хотелось бы мне это произведение я считаю что здесь обсуждать абсолютно нечего на мой взгляд все таки произведение Достоевского это наверное самое сильное что есть в нашей литературе и если говорить о родственности западной литературы то мне кажется что наибольшее наверное схожесть по силе произведения это все таки произведение Диккенса то есть вот можно приравнять у них Диккенс у нас Достоевский ну как то так кроме этого я купила вот такую интересную книгу Москва место встречи это рассказы известных людей о каких-то уголках Москвы улочках связанные с их детством дополнена эта книга бумага достаточно такая простецкая дополнена иллюстрациями художницы но я уже к сожалению забыла как ее зовут ну вот здесь истории рассказаны Улицкой Быковым Драгунским Майя Кучерской и другими в общем есть по-моему в лабиринте там видео вот как раз Дмитрий Быков там рассказывает свой кусочек мне очень понравилось я захотела прочитать отношения у меня к Москве как вам сказать сказать что я люблю свой город ну естественно люблю это мой город я родилась в Москве в этом городе в общем и мама моя родилась и это наш город город я этот очень люблю и Москва это для меня дом но каждый раз когда я читаю какую-то книгу о Москве я очень люблю мне все время такое впечатление что я в гостях и когда я вот допустим разговаривала вот с папой я говорю папа почему так получается говорю вот вроде и стараешься там посещать какие-то места да и бывать везде вот почему так бывает а он говорит ты понимаешь что турист всегда знает больше о том городе в котором живет чем обычный человек потому что этот человек кто живет в городе у него жизнь идет он работает учится ему просто некогда а турист он все время которое он бывает в этом городе неделю-две он посещает только потому что посмотрите город и зачастую такой человек знает гораздо больше в общем я это говорю потому что эта книга понравится и тем кто гостил в Москве что-то вспомнить или наоборот узнать что нужно посмотреть и посетить и тем кто живет в Москве уличный кот по имени Боб это Джеймс Боуэн я так понимаю что это книга такая как бы сказать основана на реальных событиях то есть бывший там бездомный познакомился на улице с котом извините вот что я так объясняю коряво ну так по моему такое содержание и в общем как кот ему помог обрести себя да ну и вот в результате вдвоем с котом они стали да абсолютно счастливыми понравилась обложка содержание заманчивая в общем я приобрела ну конечно не могло обойтись дело без кулинарной книги куда же без нее это лучший день в году ни каганич честно скажу отношение с кулинарными книгами у меня такое я их покупаю для настроения для вдохновения гораздо больше чем для конкретного уже приготовления какого-то блюда конечно красивые иллюстрации очень красивые рецепты отчасти по названиям по крайней мере знакомые в исполнении очень красивые если судить о фотографиях ну вот знакомые блюда такие например как корник видите тут даже нашлось место для оливье заливное заливная рыба и рыба под маринадом у меня спросите а зачем покупать такие книги если все эти рецепты можно купить в интернете ну я ему говорю для вдохновения я вот так вроде не хочу ничего и когда даже просматриваю в интернете мне почему-то не хочется ничего делать я в интернете ищу то что вот я уже хочу но мне нужно доработать вот тогда я ищу информацию найти вдохновение что хочешь сделать для этого у меня служат только книги ну и само по себе настроение и вообще как-то я не знаю вот так полистал вроде как и хочется какой-то дома праздник устроить ну так просто даже без всякого повода здесь какая-то еще биография воспоминания и вообще все такое красивое люблю в общем я кулинарные книги покупать но это и это не исключение ну вот такие вот книжные покупки у меня были скажу честно это не все книги что я купила наверное буду готовить еще и следующее видео потому что покупок последнее время книжных очень много надеюсь видео было интересным полезным всем приятным всем большое спасибо всем пока пока всем пока